Больше за 10 тысяч домов, которые пустуют, выявлены в Могилевской области на початок осени. В вёсках и малых населенных пунктах увага коммунальных службов и сельвы конкамов засяродилось на их взносе. Чем погрожают вёсы дом без господаров, высветляли наши корреспонденты. Пустые домы в вёсках не подаются проблемой, коли не ведать, что в области их больше за 10 тысяч. Разом с ними приходят у заняпад просядебные наделы, которые могли бы служить мясовым сельхазпредприемством те новым господарам. Изнести беспоходнение с юридичным уладальником таки дом нельха, тому на сельсоветы складается обовязок. Знасти господару тех нашатку. Просуд тива конкамы. И кожный таки запыт потрабует додатковой грошей. Процедура по признанию строения выморочным может достигать, конечно, и полугода. Но, конечно, стараемся, чтобы сделать это побыстрее, потому как в рамках этой работы мы преследуем не только наведение порядка на земле, но также это и противопожарная безопасность. Потому как, если участок зарастает бурьяном, это очень опасно, особенно по весне, по осени. С 10 тысяч позначенных в области изнести отрымалось около 900 будинков. Не покинуть территорию и забудовую, как есть, для мясового улада значит поклопотиться про ресурсы. Бо кожная неопрацованная сотка – это сгубленный ураджай. Мы выкорчевываем деревья, мы сегодня увозим туда органику, мы производим первичную запашку, мы оккультурим эту землю. И первый год там другое нельзя ничего посеять, кроме зерновых. По сути, устанавливаем плодорожность, чтобы земля, вы видите, вот перед вами посеяна кукуруза. Впереди там, где было пустое место, мы успели там посесть речку, потом видели там зелёный участок. Это уже в третий этап подсевали речку на освобождённую. У мясовых райоконкамах просят же Хароу сгадать и проверить. Тьёсть у их майомости домик у вёсышцы. Цена неуважливости – страта семейных соток. Седа Каспарова, Миколай Соболи, Уновины, Ргион.